так если какие-то общие вопросы или прошлой лекции сек да я на всякий случай скажу что если у вас каких-то группах будут очень долго пресс-контроль на это вы мне пишите я пробую пнуть семинаристов чтобы потому что там есть у нас есть некоторый запасы какие-то помощники так что если к семинарист будет медленно проверять то мы можем ему помочь так что вы тоже пишите если у вас на мутные проблемы хорошо так ну мы прошли закончили на том что мы доказали что пидов кольцов реально давайте я еще раз напишу нашу общую схему началась от есть мутативные кольца внутри них живут области целостности внутри них живут реальные кольца внутри них живут и следовые кольца и внутри них живут поля то есть оба целостности где не делись ли нуля фактор реальные кольца это где есть оснащили в арифметике и приду кольца то где можно делись с остатком собственно прошлый раз мы доказали что их приду кольцов это реально и я начал говорить про то как проверять в некоторых кольцах какие элементы у нас будут неразложимыми но вот я говорил что вот если у вас езды это затопу где у это и корень 2 и омега корень 2 корень 3 так далее то можно там есть просто критерий для всех таких колец у нас есть норма которую удовлетворяет значит эсклидовая норма которая мало того что удаляет удаляется остатком она еще удаляет дополнительным свойствам а именно норма а б равна она мультипликативно норма бы равна норме а норму бы значит норма единичная тогда только тогда когда обратимый элемент норма п значит у нас все эти кольца содержит z поэтому там есть если бы простое целое число тогда его норма это p в квадрате ну и норма z должна делиться на z значит норма z это у нас целое число целые числа лежат в этом кольце норма z должна делиться на z вот если все это выполнено то можно делать классификацию того какие элементы у нас неразложимы я это просто разгорел давайте повторю это утверждение начнем с трех частей до первая часть это то что если норма z простое целое и не существует z из d с такой нормой то п тоже неразложим но это все неразложимость куда конечно третье говорит о том что все неразложимы это вот описано в пунктах 2 то есть если z неразложим значит либо его норма простое целое число либо он ассоциирован с кем-то каким-то простым числом либо зататирован некоторым п которая простое целое то есть других не бывает то есть после этого вам остается выяснить только в каких случаях у вас какие последствия числа теперь совпадают с уровень чисел и какие нет и вы тогда получите классификацию неразложимых элементов от кольца d так есть вопрос об их нумеров все понятно ну дать доказывать ну в принципе уже про это говорил давайте быстро повторим повторим первое значит пусть у меня норма z это простое целое число значит мне дано что nz равно p если z представляется в виде произведения двух элементов u и v значит норма uv равна норме u на норму v равна p так вы просто целая норма это не достаточно целое число то значит у вас либо норма u равна единице либо норма v равна единице значит либо у обратим либо вы обратим ну а по определению получаем создать неразложимое то есть мы доказали что если за представлять среди произведения двух элементов то один обязательно обратим ну и сам зад не обратим потому что у него мама п обратим их норма единичка то есть вот здесь я пользуюсь мультипликативностью здесь я пользуюсь тем что нормы диска тогда тогда когда элемент обратим второе так что значит если у нас ну второй точно так же доказывается даст нас есть простое целое и не существует с нормой p значит норма p равна в квадрате по свойству которые здесь написано если п представляется в виде ув то н ув равно н ув умножить на норму в это по квадрате значит либо у вас норму равна единице либо норма вы равна единице либо они обе равны п но второй случай не реализуется потому что по условию вас нет элементов с нормой равны п значит это не реализуется ну и получается то же самое . вырезать а звездочка значит ну по неразложим я вроде говорил похожие аргументы в какой-то предыдущей лекции поэтому это понятно но осталось только 3 показать она может быть более хитрая это требование которое нажил на норму ну ну в в наших кольцах норма поэта будет модуль ну там не модуль квадрат модуля то есть это будет по в квадрате так последний разложим здесь мы используем то свойство которым еще использовали что норма за делится на z то есть у вас норма за делится на z а норма z то какое-то натуральное число почему что но мы здесь здесь нет это выбираешь для всех за это мы потребовали конкретно для наших колец норма z будет равна за назад сопряженная и поэтому она автоматически выделиться на эту же сопряженность всегда есть нашем кольце а вот это отдельное требование которое мы налагаем на все элементы нашего кольца значит норма за делится на z значит норма z это произведение каких-то простых ну простых целых а так как за это не разложим а значит это простой элемент то один из этих со множестве обязан делиться назад потому что если праздник их элементов делится назад а это простые целые но это также элемент нашего кольца поэтому один из со множителей обязательно делится на п но здесь на z существует простое целые п такой чтобы делится назад ну отсюда у нас ну п равно кому-то у на z а норма п это по в квадрате равна норме у на норму z дальше возникает два случая значит норма z у нас не может быть единичка потому что z обязательно не является обратимым а это только для обратимых поэтому либо норма z равна п и тогда мы попадаем в первый случай значит з не разложим начнем у норму простое целое число либо норма z равна в квадрате но тогда норма у равна единице значит у нас обратим ну а значит у нас z сопряжено с п а сыром с п то есть некуда деваться у вас если заделит какое-то простое целое число то у него норма либо п или по в квадрате начнут либо норма п либо он ассоциирован с каким-то простым целым числом ну и дальше вы можете взять ваше кольцо например затоты или затоминга и попытаться понять какие у вас числа являются простыми ну наверное у вас может на семинарах было для анаты давайте я для затотоминга быстро покажу какие какие там числа лица простыми то есть например в ну давайте я сформулирую утверждение значит z равно z в z от и неразложим а ну какие числа селятся неразложимыми ну либо его норма либо норма z равна 2 или 4к плюс 1 либо это ассоциирован ну это же он простым числом конечно либо затестировался простым числом вида 4к плюс 3 то есть у вас получается что 4к плюс 1 они начинают раскладываться все те до единого а все 4к плюс 3 не раскладываются ну там для того чтобы это показать ну давайте я быстро скажу да у вас норма z норма а плюс бы и на квадрате и проще по просто показать что эта норма никогда не равна не имеет 4к плюс 3 потому что сумма двух квадратов по модулю 4 не может быть равно трем у вас остаток подлинный 4 будет либо 0 либо 1 либо 2 вот эта сумма а вот если если вы доказать что любое число вида 4к представляется то вам нужно заметить что если у вас есть простой число вида 4к плюс 1 когда вы говорите что у вас минус 1 всегда вычет квадратичный вычет минус 1 по п это минус 1 степени по минус 1 пополам это равно единице значит существует целое x такое что x квадрате плюс 1 делится на п а а а это значит сейчас что я говорю что мы доказываем что любого простого числа существует но но любого простого числа есть 3к плюс 1 существует элемент z с такой нормой значит то есть ну у нас какой критерий то есть если у вас простой число и существует в такой что мы тут равно п тогда этот в по разложим естественно таки разложим а если существует тогда по само неразложим а ну вот так сумма квадратов никогда не равна 4к плюс 3 то значит все числа вида вот такие а плюс бы и у которых то есть норма числа не может быть равна 4к плюс 3 поэтому все такие простые они не разложил поскольку не существует числа такой нормой а я хочу доказать что для любого числа простого вида 7к плюс 1 у вас всегда надеется какое-то гауссово число которое имеет а вот такую норму если бы да значит это равно x плюс и на x минус и если бы п было неразложимым если п неразложима то тогда получилось бы что либо их спусты делится на п либо x минус и делится на п а это может быть тот случай когда у вас обе оба коэффициент делится на п из этого было следовало бы что один делится на п что не невозможно противоречие значит у вас обязательно найдется элемент значит п не может быть неразложимым за этот и значит оно разложимо поэтому есть элемент с такой нормой то есть оно раскладывается в какие-то произведения элементов и значит есть элемент с такой нормой ну я да да если не разложим то он прост п простой элемент д а если он простой элемент значит произведение двух чисел делится значит одно из них делится значит какое-то из них делится лучшая использует свойства что если у вас число делится на п это значит у него бекарната делится на п это легко понять поэтому у вас игру логично победить колонится на п ничко не может лица на п противоречи я опять немножко тороплюсь на самом деле чтобы понятно какие простые вы можете просто пытаться выписать первые там 20 чисел и посмотрите у них нормы после эти нормы с выпадают из этого сделать гипотиза о том какие у вас элементы разложимы и какие не разложимы ну давайте просто томик и напишу как аналогично больше нам это может понадобиться чуть-чуть ну давайте это же не сотру если возьмете например зато томик там быть немножко по-другому если у вас за это лежит зато томики то у вас простыми будут значит он неразложим когда выполнен одно из двух либо норма z имеет вид 3 и 3к плюс 1 либо за это состояние с п вида 3к плюс 2 но это простой конечно должно быть и это должно быть простое то есть там деление на 4 то деление на 3 различается но доказательства опять же логика такая же вы сначала смотрите что такое норма норма а плюс б омега это а в квадрате плюс это минус а б плюс б в квадрате ну во первых проверить и что 3 можно так представить например взяв один минус один получим 3 поэтому тройку можно специально как норма значит вот один минус омега будет неразложимом с нормой 3 дальше почему 3к плюс 2 не может получиться внутри к плюс 2 не может наверное потому что это квадрат по модулю 3 и действительно если вы посмотрите на эту норму то давайте добавим 3а б по модулю 3 ничего не поменяется что это сравнимо по модулю 3 а в квадрате плюс 2 а б плюс в квадрате то есть а плюс б в квадрате поэтому по модулю 3 норма всегда будет квадратом а по модулю 3 горького никак не получите поэтому это никогда не равно 3к плюс 2 поэтому все простые числа вида 3к плюс 2 за домика будут неразложимы то есть например берете там 55 неразложила потому что 5 видеть вид 3к плюс 2 а норма такой быть не может ну и осталось доказать что как вот в этом случае что любое число вида 3к плюс 1 у нас разложима значит берем p равно 3к плюс 1 но опять нужно что-то сделать с квадратами так мы знаем что у нас тройка это норма нам вот здесь вот единичку мы добавили здесь ничка это корень и на и минус и а там удобно представить тройку поэтому посчитаем посчитаем кажется нужными устройку взять давайте проверим изберем питаем минус тройку по модулю 3к плюс 1 ну как считаем это будет минус 1 по модулю п этот вот п множить на 3 по модулю п но минус 1 пилотный жанра папы это минус 1 степени поминус 1 пополам тут мы развернем получим значит п 3 умножить на минус 1 степени по минус 1 пополам на 3 минус 1 пополам это единичка она уходит тут получается две знаков одинок самостоятельно тоже уходит остается только p по 3 а это 3к плюс 1 вот это есть 1 по 3 1 ты вычет поэтому это единичка поэтому минус 3 это квадрат по модулю 3к плюс 1 то есть существует такой x целое число то x квадрате плюс 3 он делится на p так ну а что такое x квадрате плюс 3 x квадрате плюс 3 это значит x плюс 1 минус омега на x минус сейчас как плюс 1 минус омега сопряженную тут нужно писать число не написал нет нужно написать что это минус то есть это x минус да x плюс корень из минус 3 на x минус корень из минус 3 такое она можно написать да может быть так можно писать вот так наверное можно писать ну вот ну и если вы это посчитаете у вас значит если это если штука была бы если вы был неразложим то опять у вас один со множестве делится делится на п ну и у вас получается что либо вот это делится на п либо вот это делится на п и опять у вас это координата единичка делится на п и это опять противоречит в общем тут то же самое происходит только вот тут корень здесь а там корень то есть тут корень из минус низа там корень из минус тройки берется и логика та же самая таким образом можно вот работать выяснять какие числа неразложимы собственно получать разложение то есть вы берете любой элемент из этот омеги например смотрите на его норму раскладывайте ее на простые а дальше если там простые виды 3к плюс 2 то простых оставляете а если 3к плюс 1 то вам нужно посмотреть какое из чисел вида 3к плюс 1 то есть какое число нормы 3к плюс 1 у вас делитель потому что там могут быть несколько несколько неразложимых с такой нормой ну а нужно их подобрать собственно поэтому разложение таких кольцах она легко строится из разложения на простые со множители значит собственно мы значит какой дальнейший план да вот это я есть какие-то вопросы да понятно а насколько дальнейший план смотрите значит хочется сделать следующее во первых хочется извлечь какой-то профит от того что мы сделали то есть мы так момент мы научились разлагать элементы неразложимых таких кольцах и наверное что-то из этого можно полезное понять ну вот на семинарах там обсуждали но в сильных группах когда числа коран пророчество представить виде сумму двух квадратов можно получить критерии из вот этого свойства или например можно поговорить про фигурова тройки ну или доказать теремовая фирма для н-рона 3 то есть можно есть один из планов на будущее это доказать что уравнение x кубе с ири кубера на зад кубе не имеет нетривиальных решений в целых числах не имеет нетривиальных решений в целых числах ну там нетривиально это когда у вас у вас игре компера может равна нулю или x может равна нулю но в общем кроме таких решений нет ну кроме того несет наверное это наверное будет следующий раз а сегодня мы поговорим про некоторое в общении то есть что нам осталось еще поговорить про основе теремарифметики но хочется доказать вот совсем на будущее что если у вас кольцо кавкат реально то кольцо многочленов бактериально над к то есть например помощью этого можете доказать что если у вас есть кольцо многочленов от нескольких переменных на перс сальными коэффициентами то эта штука факториально потому что вы можете так вот добавлять переменным по очереди каждого путаться факториальное кольцо ну а еще для того чтобы вот это сделать ну хочется сделать некоторую технику помощью которой это будет просто доказывать а эта техника еще поможет нам поговорить про вообще все такие кольца все другие квадратичные расширения целых чисел описать все бактериальные кольца но я конечно я пишу я скажу утверждение адыгайса там конечно не очень тривиально но по крайней мере будет полное описание вида z вот карниз ну так я вот сейчас напишу сейчас я прокомментирую что значит то есть мы сегодня будем заниматься начнем заниматься некоторой техникой значит если мы все докажем наверно следующий раз мы займемся электрами фирма а потом продолжим доказывать факториальность кольца многочленов над любопроизвольным факториальным кольцом так если какие то еще раз спрошу вопрос ну давайте я начну с описания значит тут есть такое ну когда говорю про затоту и доволья у как корень квадратичного трехчлена с целыми коэффициентами старшек с этом единица то тут нужно быть аккуратным то что то есть есть там корень из двух и можно взять корень из трех и а можно взять омегу поэтому часто ну говорят вот такое обозначение сейчас я его запишу называется о красивая ну можно писать от минус д сейчас я скажу сначала определение а потом почему оно такое странное по определению это вы берете целые числа и добавляйте к ним корень из минус д то есть корень из да и но конкретно это кольцо это корень из да и случае когда д не сравнимо время помогли 4 ну это считается д у нас не квадрат да какое натуральное число не квадрат а в случае когда до сравнимо стремя полную 4 то есть например когда вы добавляете код из трех и тут здесь писать z от минус один плюс корень из да и пополам но тогда я сказал описание почему такие штуки только рассматривают и почему это кольцо почему эти кольца так выделяют но потому что они строятся так вы берете q потом добавляет сюда минус для ну то есть корень из да и а потом вы в этом эта штука будет полем и в этом поле но это неважно будет кольцом в этом в этом кольце вы берете все корни многочленов с целыми коэффициентами старшим коэффициентом 1 то есть вы вот вот минус d это элементы q от корней из да и которые являются корнями многочленов из z от x так надо искать простор скацент единицы я не знаю то есть проблема в том что когда у вас d сравним с 3.4 с ними когда вы берете вот корень 3 степени вам нужно еще побольше сил брать не просто все такие а еще нужно больше сил брать на бир в частности вот от минус 3 это будет зато домика потому что когда вы берете корень 3 степени у вас заполи эти дополнительные элементы которые являются корнями многочин с целыми коэффициентами старших коэффициентом единица поэтому в основном говорят про такие кольца ну и дальше можно вся такую табличку нас есть смотрите вот есть давайте так сейчас чтобы в целостности бактериальное кольцо и евклидовое кольцо и картинка тут такая когда у вас д равно 1 2 3 7 и 11 вот такое кольцо будет евклидовым там не очень большая получается то есть у вас не очень крупная решетка называли довольно мелкая там можно делись нормой все вот хорошо то есть если уберет чуть побольше а именно так 19 373 и его записано сейчас 19 43 67 и 163 эта штука будет факториальным кольцом на ней в клидовом то есть в каких-то еще диких случаях получается что можно можно разложить на множестве хотя здесь насадком еще нельзя то есть у вас уже решетка довольно крупная но при этом все равно это что штука будет факториальным но при остальных d у вас эта штука будет не факториальным кольцом то есть всего у вас как реальных колец не очень много если вы берете качестве d положительное число не отрицательное то есть у вас здесь будет место d просто корень из d то там задача не решена то есть у вас есть много положительных чисел для которых эта штука будет факториальным кольцом ну то есть там можно строить специально последовательность там где-то будет чисел 30 которые в пределах 1 до 100 вот такая штука будет факториальным кольцом но неизвестно даже она бесконечно или нет то есть там я чё-то напишу насчет оад факториально при д равном и дальше там вот есть список на я выписал первые несколько чисел но как вы просто для справки там их довольно много и честно делать не поэтому довольно при когда вас d положительное там гораздо сложнее потому что здесь так по крайней мере вас будет конечно число обратимых а когда у вас он и пер корни из двойки то количество против будет бесконечно и вот это описание ну вот описание неразложимых она конечно есть она довольно сложная там так не получится просто что ну выдавая вода это корень из d то есть вы берете теперь этот корень из 2 да ну они более сложно устроены то что там то есть у вас комплектная плоскость там норма есть нормальная тут но все расслужено прямой норма кривая у вас ну там норма этом модуль дает назад сопряженная у вас как я же говорил просто чисел которых норм единицы их бесконечное число и в общем с этими сложно работать вот но оказывается что те кольца которые тут есть то есть вот как вот когда то есть мы понимаем когда эти доказать факториальность но вот все вот эти кольца которые написаны все четыре они обладают некоторыми то есть они обладают некоторыми дополнительными как это структурами это будет так называемый кольца главных идеалов о которых сейчас будем говорить кольца главных идеалов чтобы доказать что она в реально достаточно доказать что вот вы про идеалов конце можно что-то сказать и на самом деле все кольца то есть вот воды всегда если кольцов это реально-то но кольцо главных идеалов то есть в обратную сторону всегда выполнена именно для этих колец эти штуки равносильны и вот это довольно хитрое утверждение но вот можете пробовать доказать это суммулирую когда мы поговорим про кольца главных идеалов но там такой не очень не очень тривиально но может доказать наверно ну то есть не знаю опять же пол лексона займет но там нужно по идеалу что-то еще понимать поэтому того что я скажу сегодня может быть недостаточно но того чтобы скажу сегодня следующий раз может быть уже достаточно и так что такое кольца главных идеалов но для начала сказать такой идеал а вас было там не сделал нет да да планирует до планирует нет отлично почему почему вообще речь идет об идеалах когда мы говорим про делимость дело в том что если вы просто возьмете вот у вас есть какое-то какое-то кольцо к ну можно чтобы целостности хотя в принципе для идеала это вообще не важно если мы говорим про делимость мы говорим про вас целостности вот и берете элемент а а потом берете все элементы которые делятся на а это такое множество x а где x просто лежит в к вот это множество элементов которые делятся на а она обладает удобными свойствами во-первых сумма таких элементов не улежит и во-вторых если вы этот элемент умножаете на любой элемент кольца он тоже там будет лежит эта операция замкнут относить умножение на кольцо к а еще в ней можно там складывать вычитать такие штуки называются идеалами поэтому неудивительно что дивилась это некоторым уже связано с идеалами поскольку вот просто числа которые делятся на любой а это штука является идеал я скажу идеал и кольца к это некоторое подмножество которое удовлетворяет двум свойствам подмножество у которого есть два свойства первое свойство по сложению это должна быть абелева подгруппа во вторых она должна быть замкнут относить на умножение на элементы к значит для любого x из и x давайте x из к и для любого а из и у вас x умножить на а снова лежит и ну пример я уже привел ну давай то есть я конечно не жалую я делюсь и у вас есть для любого азиа еще это доказать давайте я общий пример приведу кисть примера идеалов но тривиальные идеалы это ноль и все все кольцо к ривиальные дальше есть идеал вот то что то что тут написано это главным идеалом ну или идеал прожил одним элементом главный идеал или рожденный порожденный одним одним элементом это такая штука вот обозначается а с круглыми скобочками и это просто всевозможное умножение а на элемент из кольца но можно каждый то есть там 2 собственно вообще очевидно первое свойство ну понятно что тут у нас появится 0 лежит от нужно умножить на 0 противоположные тогда умножить на минус 1 а то же сумма лежит это вроде понятно очищенную призамку тоже понятно а есть еще вообще не этот случай это этого случая это конечно порожденный идеал конечного порожденный идеал ну раз тут прожил одним элементом можно в принципе и несколько минута взять взять к элементов ну и взять их возможные линейные комбинации по произвольным то есть ну можно это воспринимать как некоторые как аналог линейного подпространства то есть вы берете на какие-то элементы и на них надегивательные любые линейные комбинации берете и такая штука будет замка относительно пираться сложении ность сажения дух ты и таких элементов будет элементом такого вида если вы можете это или нет зыкс получит тоже момент такого вида поэтому действительно это идеал но конечно сразу может быть вопрос правда ли что любой конечно прожденный диал главный можно ли к элементу да да конечно это фиксирован элементы да а вот этих сет и клиник сказать либо элемента кольца то есть вас сразу может быть вопрос правда ли что конечно прожденный дел всегда главный или существует не конечно пораженные идеалы но давайте вы на семинарах пробуйте там это обсудить ну как берете умножайте на x получаете x на x 1 плюс так далее так спокойно еще раз значит вы правите относительно умножения вы умножаете это все на один элемент x вот написано левого x с к любого элемента сделала про день лежит поэтому берете иксу на этим она чувствую на всю эту сумму нет конечно если возьмете элементы из и то это же будет работать но просто но хорошо вы меня спрашиваете я прошу прощения что мы сейчас задерживаемся сейчас будет примерно но у меня спрашиваете почему эта штука тоже лет кольце почему она тоже лет в идеале но это очевидно в том что это все для более винда множила то это будет влияли поэтому я тоже до множе ну порядка же что все это сумма это что-то нужно на один то что-то нужно до поставить что-то нужно на кайты так понятно то есть конечно тут очевидно дабы с по умножению но мы требуем большего мы требуем чтобы приложение на кольцентные элементы из всего кольца это было лежала в идеале то есть он поглощает себя все что умножается извне так все да давай сейчас перерыв после первого ручки можно первый вопрос задать ну ладно может продолжать а значит прежде чем все это там ну или доказывать прям полностью разбирать случае но я очень все утверждение упрощающие это определение всегда были стандартные мышцы эти книжки на самом деле можно то есть тут формально нужно проверять что это белева группа то есть нужно проверять что у вас сложение замкнута и что 0 есть что противоположно есть в принципе это ничего можно не проверять давайте я напишу утверждения но нет идеал когда я только тогда когда у васладеть замкнута внутри и а А умножение, ну вот, выполнено свойство, как в свойстве 2. Значит, во-первых, для любых a и b из i, a плюс b лежит в i. Ну, и для любого x из a и a из i, x умножить на a лежит в i. То есть можно только эти два свойства проверять, а остальные не нужно. Почему? Ну, формально, ну, правильно, да, формально, смотрите, чем они отличаются. В обелевой подгруппе я требую, что нужно проверить, что 0 лежит и противоположный лежит. Ну, вот я хочу сказать, что вся разница в том, что, ну, слева направо, очевидно, верно. Потому что мы просто требуем больше свойств. А справа налево мне нужно доказать, что 0 лежит, и минус 1 лежит. Но 0 это у меня, то есть это, я возьму произвольное a из i, и 0 умножить на a, ну, и 0 из k. Тогда 0 умножить на a, то есть 0 лежит в i. Ну, а так как минус 1 у меня лежит в k, и a лежит в i, то минус 1 на a, то есть минус a также лежит в i. Поэтому в i лежат нейтральные методы противоположные, поэтому и по сложению табелевого группы. Ну, то есть вот это можно не проверять, потому что в дальнейшем, если вы хотите доказать, что это идеал, можно только куда-то проверять, а 0 и минус a формально должны быть, но они автоматически будут, потому что нас упал на вот это хорошая замкнутость по умножению. Усиленная замкнутость по умножению. Ну, и, например, то есть если вы хотите проверить, что, то есть вы хотите проверить, что вот такая штука, а один a, конечно, упражненный идеал это идеал, Ну, для этого вот можно написать два равенства. Первое равенство такое, что если вы возьмете два элемента такого вида, то очевидно вы получите элемент такого вида. Ну, и второе, что умножение на произвольный элемент x, на элемент вот такого вида, это будет элемент, опять же, такого вида. Ну, и тем самым, если такая штука идеал, то, конечно, и главный идеал тоже идеал. Ну, как бы, вы, наверное, хотите, что я привел примеры критых колец, но, как сейчас покажется, в тех кольцах, которые мы проходим, первых критовых кольцах, у вас, на самом деле, все идеалы главные, поэтому особо я примеров не могу привести. Ну, вот, можете подумать, какой пример есть, конечно, прожденного неглавного идеала, то есть для этого нужно взять кольцо, которое не евклидовое, и там вот посмотреть, можно ли что-то придумать. Ну, и если вы хотите, не конечный прожденный идеал, тоже можете подумать. Любой главный идеал, это конечный прожденный, или любой конечный прожденный главный? Да, но для евклидовых колец это одно и то же. Сейчас мы это выясним. Значит. Давайте перейдем непосредственно к нашей теме, именно применение идеалов к теории делимости. Идеалы и делимость. Как я уже сказал, я сказал там, что если возьмете число, элемент А, и возьмете идеал, прожденный им, то это просто будут все числа, которые делятся на А. Значит, что из этого следует? Из этого следуют две вещи. Во-первых, для ассоциированных элементов идеалы совпадают. Если у вас А ассоциирован с Б, это будет тогда, только тогда, когда идеалы совпадают. Ну, и частный случай, это когда, что если у вас, ну, давайте я спрошу начать, и пусть у вас А делят Б. То есть у вас, значит, если А делят Б, то А это как бы поменьше, а Б побольше. То есть идеал А должен быть, наоборот, побольше, потому что там больше числа влезает, а Б поменьше. То есть у вас вот так вот выполнено, да? То есть, например, два делят Б, четыре, поэтому идеал пардионной четверки, там все числа делятся на четыре, и это же внутри идеал, где все числа делятся на два. Ну, то есть там верхняя, следует из нижнего, просто вот таком вложением в обе стороны. Ну, хорошо, а что тут доказывать? Смотрите. Значит, А делят Б, а? Ну, значит, А делят Б, значит, у вас есть цена А, которая равно Б. Тогда, вроде понятно, что множество чисел вида Х на А, где Х лежит в К, оно содержит в тебе элементы вида Х на Цена А, где Х лежит в К. Что? А что, хорошо, верхняя равносильность, смотрите. А эквивалентно Б равносильность тому, что А делят Б, и Б делят А равносильность тому, что А вложено в Б, и А содержит Б равносильность тому, что А равно Б. Ну, мы же выясняли, что все элементы, которые делят у вас стырный элемент, они не отличаются в теории делимости, что делится на А, все то же самое делится на Б и наоборот. Поэтому все числа, которые делятся, ну, вот такие, они представляются в таком же виде и обратно. Значит, что отсюда следует? Смотрите, давайте я сейчас, опять же, не хочу сразу говорить какие-то утверждения, просто попытаюсь что-то пописать. Значит, как? Давайте переговорим факториальность на языке идеалов. Что значит, что кольцо факториальное на языке идеалов? Кольцо К факториально. Смотрите, например, мы хотим разложить элемент произведения неразложимых. Что мы делаем, да? Мы говорим, значит, пусть у меня элемент x, он мы пытаемся как-то разложить. Если во всех разложениях у него один из-за множителей обратим, то значит, что он неразложим. Значит, если он не раскладывается, то его можно представить, как что-то вида, ну, давайте тут, ладно, а, напишу. Значит, x1 на 1, если а плохой, то есть не раскладывается, то он представляется, как x1 на а1, где x1 не обратим, а1 тоже плохой, тоже не раскладывается. Значит, а1 это что-то в духе, то есть, ну, если а1 не раскладывается, значит, он представляет в виде а2 на x2, где а2 не раскладывается, а x1 не обратим. Значит, у нас получается, ну, вот такая последовательность элементов, которые мы раскладываем, раскладываем, раскладываем и никогда не закончим. Это будет означать, что у нас есть цепочка вложенных идеалов то сидел а он лежит внутри 1 потому что у нас один делит а это лежит внутри а2 это же внутри а3 и так далее то есть я сейчас пока идею рассказать то есть то что элемент нельзя разложить в виде произведения разложимых означает что у нас будет вот такая бесконечная цепочка идеалов то есть если у нас идея такая есть у нас не существует бесконечной цепочки идеалов то тогда у нас всегда будет разложение потому что вот не существует уже можно переформулировать на языке идеалов свойства существования разложения ну да конечно потому что если у вас ну если у вас идеал а лежит внутри 1 значит а лежит в этом идеале я в обратных стороны в идеале на что имеет вид их на один да потому что понятно хорошо а как как придется говорить ну приветствовать опять же мы с вами помним как мы делали это для алгоритма эвклида нам нужно там делать следующее нам нужно доказать что любой неразложимый прост для того чтобы доказать надо взять п значит а б делится на п они делятся на п и доказать чтобы делиться на п для этого надо значит у нас был прошла ты духой чтобы что делали мы искали на комбинацию а и п которая равна единицы то есть там надо всего лишь доказать что идеал порожденный а и п это просто все кольцо к ну если в кольце содержит если в идеале содержится единица то есть выделить сердце единится то он все все кольцо потому что вы можете умножать на все элементы поэтому нам нужно чтобы не лежала внутри вот такого идеала если витата ли на комбинация а и п то тогда вы можете единицы писать как и а из плюс пыгрик умножьте на b как в прошлый раз и получите что там вы делится на п то есть бактериальность очень удобно перекладывается на языке идеалов в одном случае у вас есть цепочка в другом случае какой-то свойство про вот такой идеал любого неразложимого и любого числа на него не делящийся должен быть такой единство должна быть линейной комбинации то есть она лежит внутри идеала пройденного п ну или можно это свойство так переписать ну любого нет нового п и любого а не делящийся на п идеал прожденный а и п должен совпадать с к ну я это это пока я пока как бы показываю идею что на самом деле все то есть факториальность можно изловить на языке идеалов не сложным образом и дальше нам нужно что-то потребовать про идеалы того это работало ну и мы потребуем что просто все идеалы были главными это собственно ключевой момент то есть мы так много определение наверно уже запомнили значит к но вот целостности канаруна лучше написать область целостности к это кольцо главных идеалов если идеалы в нем главное значит я уже ну то есть прожил одним элементом то есть любите любой идеал он прождем одним элементом и в нашей в нашей цепочке вложений кольца главных идеалов они лежат аккурат между факториальными кольцами и эвклидовыми то есть вот наша была цепочка вот тут где-то будет факториальные кольца внутри них лежат кольца главных идеалов их сокращенно за кг и а внутри них это пидо кольца и как раз вот недостающие у от минус д то есть вот это у от минус д при д равном там девятнадцать сорок три пятьдесят семьи сто шестьдесят три это будет как раз кольца главных идеалов не в кидо вы кольца то есть пример вот такой пример пример кольцо от у от минус девятнадцати а пример ну вот а дальше например если хотите кториальные кольца не кольцо главных идеалов то тут нужно пример ввести типа кольцо многочин кольцо многочин с целыми коэффициентами это будет кольцо факториальное но не главных идеалов и это будет следующий шаг наших учений надо будет научиться работать с такими кольцами но за все время я пробую доказать оба вложения что и вкидывы кольца и вкидывы поэтому например взгляд идеалов не очень много вот и берете z это и клидово кольцо идеала там порождены ну каким-то числами да то есть любой идеал он просто имеет вид что-то делящийся на d и даже если возьмете кольцо там зато и зато томика там тоже все идеал вот так выглядит то есть никаких других идеалов не бывает и чтобы получить что новое надо вот рассматривать типа кольца вот например многочин с целыми коэффициентами там уже будут идеалы которые не порождены одним элементом ну давайте докажем сейчас буду доказывать что и вкидыв кольцо это кольцо главных идеалов ну давайте я не люблю писать теорему там где занимает три минуты ну давайте напишем гордо отрождение не знаю теорема 1 и вкидыва кольцо это кольцо главных идеалов опять же доказательства который произойдет уже проводили раза три-четыре ничего как бы ну то есть идея та же самая ну как берем идеал видом кольца к кайф виду мы хотим найти там выходе доказать что он главное то есть он порождается одним элементом но к элемент возьмем возьмем элемент с наименьшей нормой пусть да из и элемент наименьшей нормой ну я естественно считаю что у меня там у нуля нормы нет поэтому естественно он не нулевой но есть только ты идеал не тривиальный есть тривиальный то просто если он равен нулю то равен нулю всех и все в порядке ну давайте я могу даже написать пусть тенировал нулю ну доказываем что и равен д пусть это не так и пусть какой-то элемент ну давайте б лежит и без то есть он лежит в идеале и но не лежит в идеале прожженном д ну что мы с ним сделаем конечно мы его разделим с остатком на д тогда вы равно д на q плюс r где либо р равно нулю либо норма r меньше чем норма д если р равно нулю то б равно д умножить на q значит б лежит в идеале прожженном д но противоречия тем что он не лежит в идеале прожженном д а если r не равно нулю у нас есть элемент значит р это у меня что это у меня б минус д умножить на q значит б лежит в идеале д лежит в идеале значит д ку лежит в идеале потому что мы умножаем на любой момент остаемся в идеале вычисание лежит в идеале значит вся эта штука лежит в идеале но все мы нашли в идеале элемент у которого норма меньше чем норма д это же противоречие потому что элемент д у нас наименьше нормой ну я могу сказать что если у вас элементы меньше нормы есть в вашем множестве и как бы остатки остатки тоже лежат в этом идеале то у вас все числа обязаны делиться на д потому что иначе будут проблемы так ну как берем или мест доказываем берем липность берем идеал доказываем что и прожден элемент с меньшей нормой как вы доказываем если бы это было не так если выйди и не совпадал с д это был бы который не лежит в этом идеале ну лежит в идеале 0 или цели прожженом d то есть он результате и не делится на d выдавал что остаток тоже это в идеале а у нее норма поменьше но это та же сам идея когда вы доказываете что там порядок элемент или порядок группы до выделить с остатком получаем меньше или вот в нр доказывали что все подгруппы целых чисел это числа для честь на 1d тоже такое же доказательство просто того что у вас остаток это тоже число которое делится там наш ну как бы тоже лежит в группе но вот все чтобы не чтобы что есть элемент который лежит и без д значит таких элементов не отдачи без до пусто значит и совпадать с д ну значит и без д пустое множество значит и совпадает с идеалом прожженом d все вы каких других моментов там нет но я говорю это вот там доказательство ну да берете когда что подгруппа за это за число которое делится там какое-то целое число берете на меньшее натуральное число пройдет в этом в этой подгруппе и если какое-то число не делится делится остатка получается кто-то тоже тут и подгруппе противоречие тут вроде ну да опять же смысл какой-то тут как бы скрыть за кадром дело в том что то есть до этого мы определяли наименьшее наибольший делитель как там наибольший или мест наибольшие нормы который там делит оба элемента теперь когда у нас есть идеалы мы можем просто сказать если у нас есть кольцо главных идеалов то можно сказать что not это просто элемент вот у вас есть смотрите вот есть несколько элементов 1 а.к. вы можете сказать этим элементом то есть кольцо главных идеалов она автоматически позволяет ему если тот не прибегает к соображениям с нормой ты как бы заменяет норму у вас то есть идеал вот этот идеал про то есть вы если кольцо главных идеалов то все линейные комбинации 1 а.к. делится на одно и то же число а которого порождает то есть это одновременно их делитель наибольший определитель и к тому же автоматически от линейные комбинации поэтому идеалы они вам заменяют вот норму в этом смысле так давайте дальше давайте докажем что кольцо главных идеалов факториально терема 2 так кольцо главных идеалов факториально ну вот я тоже идеи написал давайте их реализуем значит существование доказывается от противного по схеме которую я написал вот противного значит пусть есть элемент для которого не существует разложения значит я такие элементы буду называть ну я должен сказать что он не не разложим но быть его с неразложимым поэтому говорить это плохой элемент то есть пусть а плохой то есть него не существует разложения это означает то его можно представить в виде произведения элементов x1 на а1 где x1 не обратим а а1 также плохой почему это так если он если бы он был разложен если если бы он был если вы представите в виде произведения двухсомножителей на естественно любом таком представление какое-то из них обратим значит они разложим на что есть разложение а равно а но еще несколько из представления в произведения двух элементов у которых которые оба необратимы а если хотя бы один из этих элементов разложим если из оба элемента разложим а тогда и а разложим поэтому существует разложение в виде x-1 на 1 где x-1 не обратим об 1uro Плохой. Давайте я это напишу. Если А у или В, где У кс-звездочкой или В кс-звездочкой, то... Да, это определение разрывного элемента. Если он сам необратим, не нулевой, и из любого представления двух элементов один из них обратим, тогда можно написать А равно А, если в любом таком представлении такое есть. Да, он плохой. Он плохой, значит, что у вас есть разложение, в котором хотя бы один из со множителей не лежит в кс-звездочкой. Если у вас оба со множителей не лежат в кс-звездочкой, и оба разложимы, то и А разложим. Значит, у вас должно быть такое, что оба не лежат в кс-звездочкой, при этом один из них еще и плохой. То есть в нему не существует разложения. Да, если бы они оба раскладывались, то и А бы раскладывался. То есть, если я напишу, значит, если А есть разложение, а если А представляется в виде У и В, где У не лежит в кс-звездочкой, В не лежит в кс-звездочкой, но У и В разложимы, то можно их разложить и получить разложение для... Я тоже разложим. Поэтому в случае, когда все плохо, это когда вы А можете представить в виде предыдущих двух элементов, один из которых необратим, а другой плохой. Ну да, да, если... Такие разложения вместе с раскладом, потому что А1, и получается, что А может быть просто неразложимым сам по сей элементам, да? А поэтому можно написать А равно А. Ну тогда A1-то одно и то же А можно вместо A1-A написать Вы так можете, ну как бы Еще раз, если Не, нет, еще раз Если A плохой То у него есть хотя бы одно разложение Где бы со множители необратимы Иначе бы он был неразложим И все, A равно A Если он плохой, то у него есть разложение Где у вас оба со множители Не вкатся звездочкой А тогда, если они оба разложимы Тогда и A разложим Ну подумайте, это не очень сложно Ну то есть Если у вас есть неразложимы Значит у вас есть бесконечное разложение Значит вы можете раскалывать, раскалывать и так далее Значит когда вы раскалываете о новом со множителе То есть у вас должно быть разложение Которое положится бесконечно Вот я это и пишу Ну соответственно A1 равно X2 на A2 A2 равно X3 на A3 и так далее На каждом шаге мы пишем, что у нас X и T не лежит в косо-звездочкой А A и T плохой Тогда, как я уже сказал У нас есть цепочка вложенных идеалов А вложенных A1 Вложенных A2 Вложенных A3 и так далее Такая, значит, причем Из-за того, что у нас X1 и X сытый не лежат в косо-звездочкой Эта цепочка, они не совпадают Она все время увеличивается То есть у вас каждый следующий идеал больше предыдущего Иначе бы получилось, что Один из них разложим И противоречие с вот этим описанием Ну, осталось только понять Почему такого не может быть в конце главных идеалов Ну, конечно, мы сейчас будем делать Как это? Дерти трик Грязный трик, короче, будем использовать Ну, возьмем просто их объединение Возьмем и Объединение Ну, давайте А можем А0 обозначить Уже от 0 до бесконечности Идеалов о жидках Я утверждаю, что И это идеал Если я возьму объединение всей этой цепочки То это будет идеал Ну, действительно, если я возьму Какие-то X, Y Ну, давайте B и C Чтобы с X не пустится B и C в I Значит, B лежит в каком-то там АМ C лежит в АН Значит, они, на самом деле, лежат в одном В том идеале, который больше по номеру Ну, и значит, B плюс C Лежат в А Макс Из М и Н Если я беру B из И АХ из К То Ну, это, конечно, лежит в I То, конечно же, B у меня лежит В каком-то АМ Значит, и X умножить на B лежит в АМ Ну, и это все тоже лежит в I И это лежит в I То есть, когда вы добавляете идеалы Вот у вас увеличиваются То Объединение всегда будет идеалом Но раз T идеал То он поджим каким-то элементом C Ну, давайте D Но этот элемент D лежит в этом объединении Значит, D лежит в каком-то D лежит в каком-то Идеале, прожденном АН Ну, а раз D лежит в идеале, прожденном АН То И все, E это идеал, прожденном АН То есть, у вас не может То есть, у вас D лежит в каком-то Каком-то конкретном идеале И если вы через все это и прождаете То это все еще лежит в этом идеале Поэтому я сиделся подать с АН Ну, и протяются противоречия Потому что у нас АН плюс первое Должно быть Оно лежит внутри АН А по нашему описанию Оно должно было быть строго больше То есть Что, какое АН D лежит в таком объединении Значит, он лежит в каком-то В каком-то измножек Почему АН встречается в каком-то бесконечном То, что берем G равное N Ну, вот у вас картинка такая Вот у вас есть А0, А1, А2 и так далее И вы видите элемент, который все порождает Он лежит внутри этой штуки Но он в каком-то круге лежит Ну, все, значит Вот он лежит внутри этого круга А значит, все, что им прождено Тоже лежит внутри этого круга Да Мы берем там Ну, H, получается, все нечетные люди Ну, ну, условно просто Получается, и объединение всех Идеалов порожденных нечетных Не-не, но мы же берем Но мы берем и объединение всех идеалов Не только нечетных, а всех И это объединение всех Идеал, так как у нас все идеалы главные Вообще всех, вообще всех Не только нечетных, а вообще всех этих берем Всех вот этих вот и зря Всех вот этих вот и зря Всех Да, но в принципе лежат только Идеалы порожденные, допустим, нечетными Но вдруг вот А1, ну там Да, сложно Так Какое смысле? Ну, еще раз, вы берете Объединение вложенных идеалов Ну, хорошо, значит, у вас элемент, Который порождается, в одном из этих идеалов В одном из этих, в одном из этих элементов В этой цепочке, да? Ну, если у вас Хорошо, вот Спрашивайте, почему, если я взял Объединение множеств, и а лежит Элемент в этом объединении, тот же в каком-то из множеств Вы это спрашиваете? Ну, вот мы берем Объединение этих множеств Вот, берем вот это, ну, в смысле Берем объединение А0, А1, А2 и так далее, АК и так далее. И элемент таблицы, там же это кум-то из множеств. Дэй-то элемент из их. А, ну, да, дэй-то элемент. Все понятно, все. Ладно, спокойно. Так, ну, все спередогнать, что-то произошло, да? Ну, короче, мы доказали, что, в общем, не бывает такого из-за того, что вот идеал, который объединение всех вот этих вот плохих элементов, он должен податься этим элементом, и из-за этого у нас получалось бы, что в каком-то шаге мы все-таки сделали неправильную операцию. Поэтому раздражение всегда существует. Значит, заметьте сразу, да, что вот так подумайте, что, да, так вот, если у меня есть условие на то, что любая цепочка встречных идеалов стабилизируется, то всегда в этом идеале есть существование разложения. Собственно, поэтому, то есть, например, в ZATX, чтобы доказать, что в ZATX существует разложение, достаточно проверить то, что любая цепочка, ну, любая цепочка встречных идеалов, она стабилизируется. И это свойство легко проверять, как мы поймем через лекцию, там, будут так называемые неосеровые кольца, это гораздо больше руководства колец, чем факториальные кольца, в которых вот это выполнено. И вот это свойство проверять удобно, в отличие от единственности, которой там нужно мучиться. Существование во всех кольцах, типа, вот, в кольце многощвена существование, ну, оно, конечно, следует, скажете мне, из степени, ну, там, немножко хитрее, ну, да. Но, по крайней мере, из-за того, что я скажу, это будет совсем очевидно следовать. То есть, существование, это такое, более простое свойство. Единственность. Ну, как бы, тут есть два доказательства, одно, как это, используют, используют то, что мы доказали их кольца, другое не используют. Первое читерское, оно такое. Значит, нам нужно сделать следующее, пусть понеразложим. Мы хотим доказать, что попрост. Для этого мы берем АВ, который делится на П, предполагаем, что А не делится на П, и хотим доказать, что В делится на П. Это, собственно, условие того, что элемент прост. Как вы сказали в прошлый раз, нам достаточно доказать, что идеал, порожденный А и П, это идеал, порожденный единицей. Но мы пока знаем только то, что он порождается каким-то элементом Д. Он главный, он порождается элементом Д. Что про этот элемент Д можно сказать? Если это так, то А делится на Д, и П делится на Д. Если П делится на Д, то в Д либо обратим, либо Д ассоциирован с П. Если А делится на Д, то Д не ассоциирован с П, поэтому это не может быть. Значит, Д обратим, значит, этот идеал совпадает со всем кольцом, ну и с единичным идеалом. Значит, мы получили, что единица от линейной комбинации А и П, значит, вы можете домножить ее на Б и получить, что эта штука делится на Б. Так, ты ничего не успел понять? Потому что если Д ассоциирован с П, то А делится на Д. Если Д ассоциирован с П, тогда бы А делилось на Д, ну, то есть А делилось на П, а это противоречит тому вот этому условию. Ну, потому что у нас есть все идеалы в кольце главные, значит, это какой-то элемент и порождено. Ну, есть это такое, то есть это качество использующей предыдущей, в принципе, можно еще, сейчас я не успею, наверное, сказать, но можно по-другому это проговорить. А именно взять более хитрую вещь, вот у вас есть то же самое, да, но, да, и вы просто берете множество М, всех таких чисел Х, то Х при умножении на Б делится на П. Нет, ну, Х при умножении на А делится на П, да, Х при умножении на А делится на П. Вот берем такое М, то есть это все такие Х, то Х умноженное на А делится на П. Тогда у вас единицы не лежат в М, потому что они делятся на П, П лежат в М, потому что П делится на П, и Б лежат в М, потому что А делится на П. а с другой стороны эта штука это идеал это я другая рассказываю не использующие линейной комбинации то же самое доказываю просто других способ так для just for fun еще раз я хочу доказать что не разложенный момент прост у меня есть а и б а б дельце на п а не дельце на п я просто беру и говорю берем множество таких их 6 можно делиться на п тогда у меня один не лежит в м потому что они делятся на п п лежит в м б лежит в м вот можете проверить дома что м это идеал если это идеал то он прожжен каким-то элементом d и опять же у вас по делится на d один не делится на d значит д ассоциирован с п и значит м совпадает с идеалом прожженным п ну и значит вы делится на п это вот другая интерпретация того же доказать что выше написано без апеллирование к тому что мы делали в прошлый раз то же самое но немножко по-другому сказано можете его дома проверить что эта штука работает так но все смотрите начну вот сделали следующий шаг да да конечно смотрите вот еще раз вот вот здесь вот я доказал что попросту ведь у меня на пирс я предполагал что вот это потому что вот это вывел что вот это а в первом доказательстве ну я апеллировал к тому что вы при двух кольцах это делали мы доказали что x a плюс y p это единица а дальше мы как прошлый раз умножаем ну просто раз можно доказывать что это из этого следует что бы делиться на п потому что можно множество на б и эта штука будет урода делится на п и делится на поезды что я делится на п так все до начнула сделать следующий шаг дальше собственно следующий раз я посещу тому на семинарах успеете пройти может немножко поговорим про слов про идеалы потом поговорим про вот великой фирмы фирма при норо 3 а так наверное все спасибо счастливо пишите если вопросы есть то давайте